Исследуя местность вокруг загадочного озера, вы можете случайно натолкнуться на бункер. Скажу вам больше, таких бункеров на карте 9. Даже не так, бункер 1, но он может появляться в разных местах. Сейчас я расскажу про все возможные варианты и где эти бункеры находятся. Первый бункер располагается недалеко от администрации турбазы. Просто железную дорогу надо перейти. Выходим из домика и чешем прямиком от турбазы к железной дороге. Переходим в железку и вот между этих двух скал поднимаемся наверх. И слева возле камня как раз и находится наш первый бункер. Это наверное самый сладкий бункер, оружейный. Хотя сейчас трудно говорить про спецификацию бункеров, но этот бункер самый интересный, на мой взгляд. Тут оружие, патроны, жратвы тоже немножко есть. Патронов просто куча. И всякие приспособления для охоты, стрельбы. Ладно, пошли дальше. Второй бункер находится недалеко от железной дороги. Когда мы пройдем сошедшие с рельс вагоны, появится вот такой желтый вагончик. Кстати, в нем часто респятся интересные княженцы, так что не забудьте облутать. Становимся спиной к дверям вагона. И вон бункер, его даже отсюда видно. Поднимаемся на эту горочку. Аккуратненько. Чтоб не получить растяжение. И вот он родной, заходим. Это бункер у нас продуктовый. Свинина с фасолью, персики, сушеная говядина, шоколадные батончики. Ничего интересного. Следующий находится совсем рядом от него. На другой стороне железной дороги. Итак, вот он наш вагончик. И мы идем вот в эту сторону. В сторону лесосеки. Чуть-чуть ускоримся. Поднимаемся вот рядом со скалами. Далеко никуда не сворачиваем. Тут иногда бывает рюкзак. Или как в моем случае мужик. А у мужика есть новая фишечка. Фотографии. Эти фотографии нужно искать. И они какие-то бонусы дают. И вот совсем рядом от этого мужика есть бункер. Заходим внутрь. Это бункер какой-то смешанный. Без какой-то четкой спецификации. Ремонтный, наверное. Тут всякие обрывки ткани. Одежда. Наборы для шитья. И жратва. Немножечко жратвы. Немножко медикаментов. Идем дальше. По кругу. Заходим на лесопилку. И тут рядом три бункера. Нас интересует два дальних. Становимся спиной к вот этому щиту. И чешем себе через всю лесосеку. Тут несколько проходов. Нам нужно пройти через тот, где с одной стороны скала, а с другой стороны обычный снежный склон. Поднимаемся наверх. И вот возле этого камня еще один бункер. Посмотрим, что там. Это у нас топливный бункер. Тут куча дров. Всякие фаеры. Пички даже положили. Несколько полешек, газеты. Ну и чуть-чуть совсем еды. Такое себе. Не очень интересный. Если не считать парочки патронов. Вот тут мы только что были возле этого камня. А теперь поднимаемся чуть выше. Поднялись на самую вершу. И вот он еще один бункер. Вот там внизу мы были. А этот вот здесь. Зайдем посмотрим. Это у нас снова продуктовый бункер. Свинина, говядина, персики. Казировка всякая, шоколадки. И водичка. О! Электричество включили. Только светлее с ним почему-то не стало. Ну все, выходим. Ничего здесь больше интересного. А зато тут как красиво. На улице. Поглядите, какая красота. Красота. Никогда не видел вживую северное сияние. Ладно, идем к следующему бункеру. Ориентиром нам теперь послужит домик. От него проще добраться до нашего бункера. Вот он наш дом, сортир. И два чувака, погибшие от дизентерии. Разворачиваемся. И идем. Вот до этого склона. Доходим и поднимаемся по хребту. Это самый простой путь. Но не всегда самый безопасный. Сколько раз здесь поднимался, ни разу не обошлось без вывиха лодыжки. Поднимаемся на самую вершину. Смотрим вниз. И вон он наш бункер. Спускаемся внутрь. Поглядим, что тут интересного. Снова продуктовый. Снова консервы. Вода. Много консервов. То есть то же самое. Продуктовый это наиболее распространенный бункер. Ныне такой интересный для лута. Пошли отсюда. Дальше, чтобы закончить круг, попадаем на безымянный пруд. Нам нужна охотничья засидка. Рядом с ней бункер. Вот он пруд. Вот она засидка. Из нее, кстати, отлично медведя можно троллить. Медведь здесь частенько появляется. А внутрь зайти не может. Было бы ружье, убил бы гада. Но я что-то безоружный вышел в этот раз. Мишка, иди сюда. Испугался. Че испугался? Ладно. Заходим в эту засидку. Разворачиваемся. И по лесенке спускаемся. И вот как спустились, никуда не сворачивая, поднимаемся наверх. Вон он, видно, уже даже его. Вот он родной. Заходим внутрь, посмотрим, что там. Снова, снова жратва. Из девяти бункеров четыре с жратвой, тупо. Ну ладно. Хоть пожрать можно от души. О, энергетический напиток. О, прибавилось сил. Снизилась усталость. Пошли дальше искать. Теперь нам нужно вернуться снова к турбазе. Мы такой круг сделали на полкарты. И идем на озеро. Ко второму домику, в котором можно рыбачить. Вот она, эта прорубь. Рядом маленький остров. И нам вот наверх нужно. Там находится еще один бункер. Заходим в домик. Выходим из дверей. И как вышли, сразу идем. Вот он, этот маленький остров. А нам нужно вот здесь вот подняться. И по вершине холма. По хребту по самому. Идем, идем, идем. Никуда не сворачивая. Как вот он идет, так и идем. И вот мы нашли еще один бункер. Тоже смешанный какой-то бункер. Тут и оружие лежит. Револьвер тут, в частности, есть. С патронами. И недавно появившийся растворитель пней. С помощью которого можно крафтить патроны. И инструменты всякие. Тут, наверное, все-таки инструментальный бункер. Перышки. Верстака только не хватает. Все есть, чтобы что-нибудь покрафтить. А верстака нет. Ну и рядом с кроватью небольшой шкафчик со жратвой. Был бы верстак, здесь можно было бы надолго засесть. А так здесь сделать больше нечего. Все лутаем и валим отсюда. Посмотрите, какая красота. И нам нужно как раз вот на ту сторону озера. Там последний бункер находится. Вот три домика на краю озера. И тут можно подняться наверх. И там попасть как раз к бункеру. Показываю. Вот они эти домики. И нам нужно вот сюда вот пройти. Доходим до каната. Он здесь заботливо висит уже. Кем-то повешенный. Тут получилась у меня небольшая накладочка. Но суть не меняется. Вот он родной бункер. Последний наш. Посмотрим, что в нем. Это бункер медицинский. Кругом аптечки всякие, лекарства. Вода, напитки. Жратва, инструменты. Ну всего до кучи. Но в основном медицинская специализация. Вот и все. Вот все бункеры, которые могут появиться на этой карте. Не все сразу. По одному. Но зато вы знаете, где искать. И заметил такую небольшую особенность. Вот вы появились и идите в ближайшую точку. С большой долей вероятности бункер будет именно там. Но это не точно. Удачи вам. А я поиграю в ассасинов.